Свыше 80 миллиардов 700 миллионов рублей заработает КОМИ согласно прогнозу в будущем году. Доходов почти на 10% больше, чем в нынешнем 2022. Основными источниками доходов станут налоги на прибыль организации, доходы физических лиц, имущества организации. На их долю придется 88% от всех поступлений. Кроме того, в 2,5 раза увеличится относительно бюджета 2022 года поступления и по налогу на добычу полезных ископаемых в виде угля. Прогнозируется доход в сумму более 900 миллионов рублей. Значительный прирост ожидается и по плате за использование лесов – более 1,5 млрд рублей. Это на 36% больше первоначального плана на 2022 год. Об этом сообщил глава КОМИ Владимир Уйба. Уже в этот четверг пройдет первое обсуждение главного финансового документа Республики в Госсовете. Прогнозируется, что доходы от безвозмездных поступлений в бюджет также вырастут. В 2023 году они составят более 16 млрд рублей. Это на 24% больше, чем в 2022 году. Отмечу, что в ходе исполнения бюджета в 2023 году данные суммы могут корректироваться в сторону увеличения. Теперь о государственном долге. С учетом ожидаемого исполнения бюджета Республики КОМИ в текущем году объем государственного долга регионам на 1 января 2023 года прогнозируется в объеме 32 млрд 819 млн рублей. С учетом привлеченного в республиканский бюджет средств и погашения некоторых долговых обязательств, верхний объем госдолга Республики КОМИ на 1 января 2024 года по прогнозу составит 44 млрд 842 млн рублей. Это 55,5% от суммы дохода региона без учета безвозмездных поступлений. По соглашению с правительством России о предоставлении КОМИ бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита региональной казны, этот показатель не должен превышать 53%. Однако, как отметил Владимир Уйба, в сентябре прошлого года федеральное законодательство были внесены поправки, которые позволяют превышать этот показатель на объем средств бюджетного кредита для обеспечения инфраструктурных проектов. Это значит, что наша республика укладывается в требуемые параметры и выполняет условия соглашения. Верхний предел государственного долга республики КОМИ на плановый период 2024 и 2025 годов будет корректироваться с учетом обязательств, принятых на себя республикой КОМИ. Уважаемые жители республики, я еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на многочисленные прогнозы скептиков, критиков о том, что бюджеты других регионов, в частности республики КОМИ, в 2023 году под очень большой проблемой, что бюджеты будут снижаться в показателях от 2022 года, цифры вещь реальная и упрямая. Поэтому цифры, которые я вам сегодня назвал, по прогнозу на 2023 год, реально показывают о том, что действия правительства республики КОМИ в отношении всех участников налоговых поступлений в республику КОМИ соответствует тому, что налоги в республике КОМИ растут.